В эфире Москва-Баку. Сегодня рассказываем о главных событиях дня. Сегодня в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генсека ОБСЕ Томаса Гремингера. Глава МИД России и генсек ОБСЕ на совместной пресс-конференции по итогам встречи прокомментировали корреспонденту Москва-Баку перспективы осуществления гуманитарных мер между Азербайджаном и Арменией в рамках Нагорно-Карабахского урегулирования. В частности, обмена военнопленными, улучшение их положения, а также в целом оценили ситуацию в урегулировании конфликта. Сергей Лавров сказал следующее, цитата, «В апреле в Москве была встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России с участием трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ от России, Соединенных Штатов и Франции. Была такая очень хорошая, незаформализованная, живая, откровенная дискуссия, по итогам которой вырисовывались перспективы осуществления целого ряда гуманитарных мер. Мер по укреплению доверия параллельно с анализом возможных перспективных подходов к политическому диалогу об урегулировании Нагорно-Карабахского вопроса. И тогда обсуждались и упомянутые меры обмена удерживаемыми лицами, обмена телами погибших и взаимные поездки журналистов. По журналистам, как я знаю, при посредничестве секретариата ОБСЕ диалог идет, есть надежда. Ситуация с удерживаемыми лицами менее оптимистична, но мы все-таки исходим из того, что нужно двигаться в этом направлении, отметил Лавров. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию в Нагорно-Карабахском урегулировании, заявил, цитата, «Господин Лавров отметил положительную динамику переговоров, которая наблюдалась в прошлой осени. Здесь я могу сказать, что динамика переговорного процесса, вероятно, немножечко замедлилась. Но, тем не менее, мы надеемся, что встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которая планируется на Совете министров иностранных дел в Братиславе, предаст новую динамику этому процессу», – сказал Гремингер. Также глава российской дипломатии прокомментировал последнее заявление министра обороны Армении Давида Танаяна, который категорически заявил, что вопрос Карабаха решен, цитата, «Конечно, делу не помогают эмоциональные заявления», – подчеркнул Лавров. «Заявления, которые говорят, что карабахская проблема может быть решена только так и не иначе, делу не помогают», – конец цитаты. Дополним, что особое внимание на встречи Лаврова и Гремингера было уделено усилиям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в вопросах содействия и регулирования региональных конфликтов в целом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает кадровую реформу в стране. Так, сегодня глава азербайджанского государства назначил новых молодых руководителей – главу исполнительной власти Хачматского района страны и главу города Явлак. Во время беседы с новыми молодыми руководителями президент указал на то, что их работа не должна быть кабинетной. Они должны обеспечивать социально-экономическое развитие веренных им территориальных единиц, встречаться с людьми, быть с ними в постоянном контакте. Цитата. «Вы должны жить заботами граждан, знать их проблемы и делать правильный анализ», указал Ильхам Алиев. Также президент призвал новых глав беспощадно бороться с коррупцией и взяточничеством и строго предупредил. «Если я услышу, узнаю, что вы идете не в ту сторону, вы будете сурово наказаны. Знайте это с самого начала и пусть все представители и руководители местных исполнительных властей услышат меня», подчеркнул президент. 22 и 23 ноября в Москве пройдет 10-й российско-азербайджанский межрегиональный форум. Мероприятие будет организовано Министерством экономического развития России при участии Министерства экономики Азербайджана и содействии фонда Росконгресс. Отмечается, что форум посетит первый вице-президент Азербайджана Мехребан Алиева. Вместе с председателем Федерального собрания России Валентиной Матвиенко Мехребан Алиева 23 ноября проведут пленарное заседание форума в павильоне космонавтика и авиация на ВДНХ. Деловую программу форума 22 ноября откроет министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и его азербайджанский коллега Микаил Джабаров. В программе расширенное заседание Российско-Азербайджанского и Азербайджано-Российского деловых советов, а также четыре круглых стола по вопросам расширения делового регионального сотрудничества в таких областях, как транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, туризм и гуманитарная сфера. Комментируя предстоящее мероприятие, Максим Орешкин сказал, цитата, Дополним, что в 2018 году в рамках форума между Россией и Азербайджаном было подписано 17 соглашений. ЮНЕСКО включила Баку в список творческих городов мира в категории дизайн. Отметим, что 31 октября отмечается Всемирный день городов, и 66 новых членов присоединились к сети творческих городов ЮНЕСКО. В настоящее время сеть насчитывает в общей сложности 246 городов. Она объединяет города, в основе развития которых лежит творчество, будь то музыка, декоративно-проглотное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература, медиа-искусство. Дополним, что азербайджанская столица регулярно входит в рейтинг лучших городов для путешествий на праздничные и выходные дни среди стран СНГ и европейских столиц, а также в топ самых безопасных городов мира. Это была новостная картина сегодняшнего дня. Еще больше информации на портале москвабаку.ру. Добрых вам новостей! Продолжение следует...